Михаил Геннадьевич, принятие Госдумы в первом чтении закона о создании Росфинагентства к чему может привести и ради чего этот закон принимается? Ну, Оксана Дмитриева в принципе права и все правильно написала. Единственное, что я конечно не верю, что это была такая гениальная задумка, которую в 2003 начали, а реализовали почему-то не в 2004, а только в 2013. Но смысл тот же самый. Это передача на аутсорсинг средств государственного бюджета. Что такое долги? Это самая скрытая и самая поэтому лакомая сфера финансовых махинаций. Можно свои долги погасить досрочно и вам за это могут дать взятку, а могут, конечно, и не дать. Вы можете за это еще и штраф заплатить, как Россия заплатила в 2006 году. Можно чужие долги купить, можно свои долги продать, можно чужие долги сначала купить, потом продать. Это замечательная финансовая операция. Сегодня занимается Минфин. И сотрудники Минфина в общем достаточно просвечиваются. История со Старчаком это показала. Да, до суда не довели, нет стопроцентной гарантии, что он действительно виновен, но что-то похожее, наверное, где-то как-то было. А создание отдельного, причем не какого-нибудь там государственного корпорации, а отдельного открытого акционерного общества. Вы знаете, это сегодня государственное, завтра его можно будет приватизировать. И хорошая сладкая перспектива получается. С другой стороны, все кричат, что ах, Минфин виновен в том, что он берет в долг под 7%, а вкладывает эти деньги под 2%. Так сейчас Минфин скажет, ребята, я здесь ни при чем, это все акционерное общество, оно от меня якобы независимо, и я вообще белый пушистый. Дальше возникает вопрос заработных плат. Чиновник в Минфине получает хорошо, но не бесконечно много. Я знаю государственную компанию, правда, сейчас ее начали приватизировать, в которой вице-президент, руководитель, правда, еще крупного регионального филиала, в 2010 году получил 13-ю зарплату 33 миллиона рублей, в 2011 он получил 13-ю зарплату 44 миллиона рублей, а в 2012 он получил 13-ю зарплату 56 миллионов рублей. Хорошая компания. Я думаю, что многим в Минфине хочется тоже получать не только 13-е зарплаты такого рода, но и предшествующие 12 зарплат. Или чуть пониже, если они будут на чуть более низких должностях. И, наконец, самое главное, эти компании предполагается, что фонд национального благосостояния же будет инвестироваться в инфраструктурные проекты, и получается, что государство будет отдавать на аутсорсинг расходную часть бюджета, что уже не лезет ни в какие ворота. Но, знаете, о каких воротах мы можем говорить, когда речь идет о простой, с моей точки зрения, человеческой алчности? Это будет, с моей точки зрения, это будет махинация по своим масштабам, вполне сопоставимая с масштабом залоговых аукционов. Деньги просто украдут, как вы думаете, в итоге? Нет. Ну зачем же так грубо? Их будут крутить, их будут вертеть. Какие-то деньги, какая-то их часть пойдет на благо и дело, какая-то часть сохранится, но какая-то часть извините. Это же закон природы, чем меньше прозрачности, тем больше воровства. А против природы не попрешь. И я думаю, наши либералы, которые это затевают, прекрасно это знают. Что должен сделать народ для того, чтобы каким-то образом помешать принятию этого закона? Каким образом людям реагировать? Простите, пожалуйста, народ в Российской Федерации лишен каких бы то ни было прав. Людей, которые читали Конституцию, уже даже милиция не бьет, потому что что ж умолешенных бить-то? Народ не имеет никакой реальной возможности влиять на злоупотребление государства. Этим отличается авторитаризм и тоталитаризм от нормального человеческого устройства общества. Конституция Конституция